Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова там на мероприятии будет возможность получить большие скидки либо розыгрыш призов будет. И граждан это, как правило, побуждает к посещению этого мероприятия. То есть подкупают, можно сказать, людей скидками какими-то, да, получается, бесплатными призами. Ну, хорошо, вот убедили человека по телефону, дальше он пришел, и как это все на месте происходит? Вот вы сказали, там, музыку какую-то расслабляющую, да, включают. Но тем не менее, почему люди, можно сказать, так теряют трезвый рассудок и вот подкупаются на этих мошенников? Настолько они изощренно действуют или настолько доверчивы наши граждане? Здесь идет и доверие граждан, так как данные мошенники, они в основном пользуются доверием лиц старшего поколения, которые наиболее привыкли доверять людям. И в то же время и способы убеждения в приобретении данного товара, то, что без него невозможно обойтись в быту, либо он вылечит от всех недугов, либо то, что если приобретете вы его сегодня, то будет скидка практически, чуть ли не 90%. Это все людям очень нравится, этому люди доверяют, и поэтому происходят такие спонтанные покупки. То есть любят у нас люди бесплатный сыр, который, как известно, в нашей ловке, да? Да. Вот вы обмолвились, сказали, что в основном это люди старшего возраста, то есть в основном этому подвержены пенсионеры, да? Да, пенсионеры. А есть у людей среднего возраста молодежь? Есть и такие примеры. И молодежь тоже старается загнаться за скидками, старается загнаться за акциями и подарками. Поэтому круг не сильно ограничен. Что самое циничное в таких сделках, скажем, на ваш взгляд? Самое циничное в таких сделках это когда сделки связаны со здоровьем граждан, когда предлагают товар и расхваливают лечебные свойства, которых товар в самом деле не имеет. Это обычный привод бытового использования. На мой взгляд это самое циничное. И естественно цена вопроса, которая отличается от рыночной стоимости. То есть она выше, чем рыночная, да? Да, значительно выше. Ну вот есть какой-то у вас пример, может быть, чтобы просто отразить во сколько раз она была выше рыночной стоимости? Примеры как таковых их много. Обычно товар порядка в 10-15 раз дороже продается, чем стоит в тех же в обычных магазинах. В 10-15 раз дороже, но это нужны средства. То есть люди, получается, их приобретают, наверное, в кредит? Да. Вот именно для этого, как я уже и говорил, предлагают посетить мероприятия с паспортом. Как правило, организаторы таких мероприятий являются, у них есть агентские договоры с банками, чтобы они могли заключить кредитный договор прямо на месте презентации без каких-либо проблем. Товар, естественно, дорогостоящий, такие деньги с собой никто не носит, поэтому заключается кредитный договор. А скажите, большая часть людей вот в общении с такими мошенниками заключает кредит или какое соотношение? Ну, скорее всего, конечно, меньшая часть заключает кредит. Это сказать точно сложно, потому что неизвестно, сколько людей посетили это мероприятие и сколько вышли с товаром приобретенным. А что это за товар? Вот вы сказали медицинские приборы, может быть, еще обозначите, что предлагают? Это абсолютно разные товары, начиная от бытовой техники различной и предметов личной гигиены, парфюмерно-косметические средства, бытовая химия, абсолютно разные группы товаров. Также, кроме товаров, предлагаются различные услуги. Это услуги массажа, это услуги косметологические и косметические. Тоже спектр неограничен. Ну, вот человек оформил кредит. Через сколько к нему приходит осознание, что он, ну, вот его, что называется, грубо скажу, развели, да, и идут, они уже обращаются в ваше ведомство. Как вы считаете, на вашей практике? Как правило, осознание приходит уже дома. Когда человек приходит, распаковывает товар и начинает понимать, а зачем он его взял, что он будет с ним делать. Когда еще узнает и цену товара, которая, она реальная, то сомнений возникает еще больше. Поэтому довольно быстро приходит осознание. То есть, если там еще разница, вы говорите, порой в десятки раз, то это, наверное, долгосрочные могут быть кредиты, я так понимаю, да? Да, кредиты долгосрочные, по 3-5 лет, и порой их взнос превышает даже прожиточный минимум человека, который приобрел товар, он не может за него рассчитаться. А что сделать, в первую очередь, чтобы не попасться на уловки таких мошенников? На что вообще нужно обращать внимание? Может быть, при разговоре с ними? Ну, вот на самом первом этапе необходимо, в первую очередь, когда вам поступает звонок от неизвестных лиц и предлагают посетить какую-либо презентацию, не вступать в долгую дискуссию с такими гражданами. Если с ними долго общаться, они могут все-таки убедить и посетить мероприятие, должно смущать то, что вас приглашают в незнакомую вам организацию, которую вы никогда ранее не слышали, при этом предлагают принести с собой документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, и предлагают то, что подарки либо скидки тоже должно привести к какому-либо сомнению необходимости посещения такого мероприятия. Паспорт, наверное, тут уже в первую очередь на что нужно обратить внимание. Граждане ухищаются, которые организуют такие мероприятия, говорят, что у них пропускной режим, паспортный контроль, что без паспорта невозможно пройти в здание. Они это пытаются объяснить. То есть находят какие-то аргументы, чтобы сомнения рассеялись, да? То есть еще и вот в этом смысле нужно быть бдительным. Ну, а если все-таки человек у воспользоваться какой-то скидкой, пришел туда и там уже на месте как отследить, что это все-таки мошенники? Может, какие-то документы у них запросить? Как там действовать? Ну, во-первых, необходимо посмотреть, есть ли информация о продавце в наглядной доступной форме, размещена ли она в месте торговли. Необходимо обратить внимание на само здание, где проходит продажа товаров. Как правило, это не стационарные объекты, это может быть в торговом центре, это может быть вообще в промышленных каких-либо корпусах предприятиях, либо в офисных зданиях. Это тоже необходимо обращать внимание. При, если дают какие-либо документы, их надо тщательно изучать и ничего не подписывать, не изучив. Ну, а какие-то там лицензии, правоустанавливающие документы стоит спрашивать или нет? Согласно законодательству защите прав потребителей юридическое лицо обязано довести до сведения потребителя есть свое наименование, адрес местонахождения. Индивидуальные предприниматели должны довести свое наименование и наименование регистрирующего органа. Информация о лицензии в части торговли она не обязательна. Если человек уже все-таки оформил кредит, понял, что ему этот товар, на который он оформил кредит, не нужен, куда ему обращаться в первую очередь? Идти к вам в Роспотребнадзор или может быть сразу в суд? Для того, чтобы расторгнуть кредитный договор, изначально надо расторгнуть договор купли-продажи либо договор оказания услуг. И для этого изначально надо обратиться именно к продавцу либо исполнителю с претензией, с требованием расторжения договора. А уже за тем случае, если он откажет, такие вопросы разрешаются исключительно в судебном порядке. А что вы можете какую помощь оказать? Мы в части расторжения договора можем оказать помощь в судебной защите прав потребителей. Мы часто выступаем с заключением по гражданским делам, даем свою независимую правовую оценку либо в случае необходимости можем сами выступить в качестве истца. Вообще сложно доказать вот такой обман? Такой обман доказать довольно сложно в некоторых случаях, оно даже можно сказать и невозможно, потому что как правило организаторы они имеют при себе весь пакет документов, они граждане при заключении договоров подписываются во всех предлагаемых им документах, тем самым они выражают свою волю на заключение договора. Но положительные примеры такого, чтобы расторговать договор, они есть. К примеру, управление Роспотребнадзора давало заключение по делу по гражданскому, где потребитель приобрел массажную накидку стоимостью 150 тысяч на такой же презентации, при этом рыночная цена составляла порядка 5000 рублей. Суд, изучив все материалы дела, выслушав мнение управления, пришел к выводу, что до потребителя не была доведена информация об изготовителе данного изделия, не доведена информация о потребительских свойствах данного изделия, и суд принял сторону потребителя и признал, что данный договор необходимо расторгнуть денежные средства, вернуть потребителю и также компенсировать убытки, которые выразились в оплате процентов по кредиту. То есть, в принципе, хоть и сложно доказать мошенничество, но возможно и стоит обращаться все-таки гражданам в суд. Для того, чтобы обратиться с защитой прав потребителей, либо потребителю самому обратиться в суд со своей защитой, необходимо доказать то, что товар был куплен с недостатком, либо до потребителя не была доведена полная и достоверная информация о товаре, либо товар был куплен под введением заблуждения. Для этого необходимо собрать всю доказательственную базу. И вот если она вся будет, какие-либо документы подтверждающие, либо свидетельские показания, то в таком случае можно будет либо самому обратиться в суд, либо обратиться к нам за помощью. Ну и напоследок еще раз вот такой короткий совет от представителя Роспотребнадзора для всех людей, которые могут получить подобный звонок? В первую очередь это не вступать в долгую дискуссию с собеседником. В случае, если все-таки получилось так, что вы попали на мероприятие, на презентацию товаров, ни в коем случае никому не показывать свой документ удостоверяющий личность, паспорт, не передавать его в руки организаторам, избегать быстрых и необдуманных покупок, не подписывать тщательно, не изучив документы, которые вам предлагают на подпись для приобретения товара. Вот эти советы, они помогут сбежать от таких скоропылительных покупок, которые могут впоследствии очень сильно ударить по бюджету граждан. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня с представителем управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Иваном Галкиным мы говорили о том, как не попасться на уловки мошенников. До свидания. Роспотребнадзора